В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Переплывая Россию, бизнесмен и меценат из Германии проверит себя на прочность в водах Кандалакшского залива. Безопасность превыше всего школьников проверили на знание правил дорожного движения. Лето похоже, смилостивилось над нами, и пусть ненадолго, но сделало остановку в Мурманской области. К радости северян в эти выходные ярко светило солнце, а столбики термометров стремительно ползли вверх. Такие хорошие дни на крайнем севере на вес золота. Правда, великий риск возникновения лесных пожаров. Свидетелем одного из них стала съемочная группа программы «Пульс города». Лес сегодня вспыхнул за речкой, что послужило тому причиной, и пока не ясно, возможно, брошенный кем-то окурок или непотушенный костер. Пламя распространялось стремительно, уничтожая на своем пути лесные насаждения. Площадь пройденной стихии составила примерно 50 метров. Ликвидировать возгорание удалось, не прибегая к помощи огнеборцев. Начавшийся дождь способствовал тушению. Десятки километров кролем юрист из Германии Фальк Тишендорф, покоривший Сибирские реки, а также Онежское озеро, теперь решил бросить вызов Кандалакшскому заливу. Проплыть водоем иностранец намерен уже на этой неделе. Лучше понять самую большую в мире страну и ее жителей, стать к ним ближе. Такова основная цель иностранца, который стал инициатором проекта «Переплывая Россию». На счету Фалька Тишендорфа четыре великих реки – Волга, Енисей, Лена и Опя, а также Ладожское озеро. В планах бросить вызов Байкалу, Онежскому и Телецкому озерам и реке Енисей. Но сначала юрист из Германии собирается переплыть Кандалакшский залив. Стартует заплыв в пятницу, финиширует в субботу днем. Помимо этого спортсмен примет участие в благотворительных акциях, которые являются одной из составляющих необычного проекта. По сильной помощи в рамках инициативы «Добрая вода» оказывается небольшим школам в отдаленных регионах России. Где-то переоборудуют спортзалы, где-то приобретают спортинвентарь. На этот раз адресатами помощи станут учреждения образования и культуры в Кандалакшском и Терском районах. В частности, необходимое для работы оборудование будет передано спортивной школе Олимпийского резерва по зимним видам спорта поселка Зеленоборский. Также Фальк Тишендорф планирует посетить с благотворительной миссией школы в Варзуге и Умбе. Два сильных противника, две успешные футбольные команды выясняли в эти выходные, кто станет единоличным лидером чемпионата Мурманской области на ближайшее время. На стадионе «Локомотив» прошла встреча с участием футбольного клуба «Кандалакша» и команды «Химик из Апатитов». Обе команды, Апатитский «Химик» и ФК «Кандалакша», как мы уже сообщали ранее, отлично стартовали на чемпионате Мурманской области. Каждая сборная провела по три игры и не знала поражений до этой субботы. Уже в первом тайме встречи футболисты «Кандалакши» начали проявлять себя. Наша команда, забив три мяча в ворота соперников, сняла все вопросы, как о результате матча, так и о лидерстве в турнирной таблице. Два мяча в ворота «Химика» провел Александр Белый. Еще один на счету у Ильи Виноградова. Во втором тайме наша команда продолжала владеть преимуществом, а гол Даниила Культинова поставил точку в споре. Результат 4-0 в пользу футбольного клуба «Кандалакша». Отметим, что 20 июня обе команды встретятся вновь. В Апатитах пройдет игра в рамках 1-8 финала Кубка области. Безопасное колесо «Кандалакши» проверили на знания правил дорожного движения. Соревнования состоялись на днях на базе 19-й школы. Соревнования «Безопасное колесо» проводятся в «Кандалакши» ежегодно, как правило, в начале летних каникул, с тем, чтобы еще раз освежить в памяти ребят знания о том, как нужно правильно вести себя на улице. Состязание традиционно проводится в несколько этапов. Первый – теоретический. Задание в форме тестов. Что делать в экстремальной ситуации? Как остановить кровь или продезинфицировать рану? Ну а после – этап практический на площадке перед образовательным учреждением. Такие мероприятия проводятся ежегодно. И с каждым годом участники данного мероприятия показывают очень высокие результаты как в знаниях правил дорожного движения, так и в фигурном вождении велосипедов, так и в безопасном нахождении на дороге. Оседлав своих двухколесных друзей, школьники продемонстрировали навыки фигурного вождения. Змейка-восьмерка, перенос предмета. Правда, не все задания выполняются легко, но зато позволяют школьникам развить координацию движений, учат быть дисциплинированнее на дороге и адекватно рассчитывать свои силы и возможности. И пусть не у каждого получилось проехать змейку, не сбив фигуры, однако ребята показали, что правила дорожного движения они знают и умеют применять их на практике. Далее коротко расскажем о других заметных событиях. В Алакурте готовится к передаче муниципалитету «Котельная», принадлежащая Северному флоту. На объекте теплоснабжения проведен достаточно серьезный объем работы, связанный с заменой и обновлением оборудования. После модернизации надежность и эффективность работы «Котельной», как ожидается, должна существенно возрасти. Планомерная передача объектов теплоснабжения на баланс в Алакурте начнется со следующего месяца. Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области утвердила результаты ЕГЭ по химии и истории. Выпускники 11-х классов Кандалакшского района успешно справились с заданиями. Лидерами отметилась 10-я школа. Так, выпускник этого учреждения Иван Исаков продемонстрировал знание химии на 100 баллов. Одного правильного ответа до достижения такого же высшего пилотажа не хватило другому выпускнику 10-й школы Дмитрию Сигаеву. На ЕГЭ по истории он набрал 98 баллов. ГИБДД напоминает водителям о возможности оплаты государственной пошлины со значительной скидкой 30%. Для этого необходимо внести платеж через единый портал государственных услуг. При этом, как отмечается, скидкой в 30% смогут воспользоваться только физические лица. Молодежный центр «Гармония» приглашает кандалакшанок и жительниц других городов и поселков Мурманской области к участию в открытом конкурсе «Образ красавицы Канды». Возраст участниц не ограничен, ровно как и полет фантазии. Ну а само состязание будет проходить в два этапа. На первом необходимо до 27 июня создать одну цветную фотографию формата А4 с изображением образа красавицы Канды на фоне природы или поморского быта в костюме в полный рост. Всех участниц ждут памятные призы, а победительница получит главный приз конкурса. За более подробной информацией необходимо обращаться в Центр «Гармония». И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды на предстоящие сутки. А я с вами прощаюсь до завтра. Встретимся, как обычно, в 19.00 на телеканале ТНТ «Кандалакша». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok